Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. Сегодня все чаще и чаще мы слышим о таких акциях, как ночь в театре, ночь в музее, ночь в библиотеке. Почему же учреждения культуры один раз в году готовы работать во внеурочное время? Сегодня об этом мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии Наталья Николаевна Гришина, директор Рязанской областной научной библиотеки имени Горького и Наталья Бушковская, главный библиотекарь. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Ну, насколько я знаю, ночь в библиотеке – это акция всероссийская. Но конкретно в нашем городе какие цели вы преследуете, делая подобные праздники для жителей Рязани? Мы преследуем цель сделать праздник для жителей города Рязани. Ну, это если односложно ответить. Когда мы с нашими молодыми сотрудницами Наташей, Надей Воропаевой, Дарьей, молодыми сотрудниками библиотеки затеивали первую ночь, а это было уже пять лет назад. Пять лет назад мы ставили цель привлечь как можно больше молодых людей в библиотеку, потому что молодежь любит что-то необычное, новое, свежее. И вот такой новой формой мы посчитали проект «Ночь в библиотеке». Мы были одними из первых в стране, кто начал этот проект, и мы увидели, какой популярностью он пользуется. Уже в первую ночь к нам пришло более 800 человек одновременно. Мы хотели, чтобы встреча в библиотеке после официального ее закрытия, на самом деле открытия для всех, послужила поводом для того, чтобы наши читатели, жители города Рязани, молодые и зрелые, увидели возможности библиотеки. Мы показали всем тем, кто пришел в библиотеку, наше хранилище. Представляете себе, из ночи в ночь для того, чтобы посетить книгохранилище нашей библиотеки, все те, кто приходил, выстраивались в очереди. У нас были колоссальные очереди, 40-45 минут люди стояли, чтобы попасть в группу и попасть в книгохранилище, а там готовились всякие сюрпризы. И вы знаете, была публика от 5 до 80 лет возраст был. Было много разных площадок, музыкальных, творческих, игровых. Затем мы ввели новые проекты. Например, мы увидели, как люди, молодые и зрелые, любят читать вслух. И вот цель была привлечь, раскрыть библиотеку по-новому и дать возможность создать условия, чтобы люди проявили свои таланты, наклонности, стремления, увлечения. И мы эту цель достигли. И каждую ночь появляется что-то, что-то новое. Насколько я знаю, каждая акция посвящена какому-то литературному произведению. В прошлом году это была «Алиса в стране чудес». Чего нам ждать в этом году? В этом году мы встречаемся на Бейкер-стрит. И ночь посвящена произведениям, ну, будет точнее, по мотивам произведениям сэра Артура Конан-Дойля. Эта акция сделана благодарным читателям, которые с года в год просят именно Шерлока Холмса. И в этот раз мы вняли их просьбу и сделали такую, будем делать такую ночь. Эта ночь придумана самими участниками предыдущих акций, как вот Наташа сказала. Будет проходить в рамках года Великобритании в России, Россия в Великобритании. И мы очень надеемся, что мы ее придумаем вместе с нашими читателями. И очень благодарны вашему каналу за приглашение. И обращаемся, пользуясь случаем, ко всем, кто нас слушает, с тем, чтобы свои идеи, предложения по конкурсам, каким-то находкам, проектам, которые мы хотим вместе осуществить, можно сообщить нам и просим сообщить эти свои пожелания. Можно написать к нам письмо на нашем сайте, обратиться, можно позвонить, можно прийти, можно ВКонтакте написать свои пожелания. В общем, сейчас мы собираем идеи и выстраиваем концепцию этого проекта. Ну, насколько я знаю, сама не раз участвовала в вашей акции, что те конкурсы, те площадки, которые вы организуете, они направлены не только на развлечения, но еще и на какой-то образовательный процесс. Вы, можно сказать, проверяете знания своих читателей, своих гостей. Сегодня мы все чаще слышим, что молодежь стала меньше читать. Вот по прошествии тех акций, которые уже были, вы можете как-то, не знаю, охарактеризовать подготовленность именно литературную сегодняшних молодых людей, которые приходят к вам в гости на праздник? Можно совершенно точно сказать, что каждая ночь, мы анализируем ее итоги, «Каждая ночь» демонстрирует удивительное знание молодыми людьми и не только молодыми, знание текстов, насколько было сложно, какие были сложные головоломки, вопросы, шарады интеллектуального, творческого, такого смыслового плана, когда мы готовили ночь по произведениям и «Мастера Маргарита». Готовили вопросы по произведениям, по фантастике, по стругацким. В прошлом году было до 400 разных вопросов в разных вариантах, на разных площадках, подготовлены сотрудниками, собрано, прислано, как-то скомпоновано. Нас поражало великолепное знание текстов. Вот практически не было ситуации, чтобы вопрос был, на него не было ответа. Люди находили вопросы, находили книги, искали подсказки внутри библиотеки, там на каждых площадках было по-разному. И что нам очень понравилось, молодежь требовала еще, еще и еще. И мы вот сегодня заботимся о том, чтобы та тысяча, более тысячи человек, который, как мы предполагаем, придет к нам, а тут Шерлок Холмс, тут будет аншлаг, мы уверены, была удовлетворена, чтобы мы оправдали эти ожидания. И уровень подготовки, уровень вопросов, заданий, текстов был интересен. Вот мы, например, решили, что мы сделаем конкурс, вы уже кое-какие вещи могу сказать, и для того, чтобы люди, участники, вот те, кто нас слушает, мог как-то уже начать готовиться. Мы хотели бы сделать конкурс такого чтения, конкурс чтенцов, дуэты, диалоги были прочитаны. И посмотрим, сотрудники предлагают создать дофиле, выпустить, пусть выйдут Шерлоки Холмсы, Ватсоны, женские образы из Шерлока Холмса, подготовлены будут костюмы, и приглашаем принять в этом участие. Какие интересные аксессуары там используются, вот вокруг этого тоже ходят мысли. В общем, уже мыслей, предложений масса, и мы надеемся, что после нашей сегодняшней с вами встречи мы получим замечательные идеи от наших читателей, зрителей, слушателей. А сколько у них есть времени для того, чтобы придумать что-то интересное? Сколько есть времени? Я думаю, в течение февраля это вполне оптимальный срок для того, чтобы подумать, написать. Есть группа ВКонтакте, она открытая, так и называется «Ночь в библиотеке». Там можно оставлять либо на стене, либо в личку организатора, можно всегда писать предложения, свои вопросы, на которые максимально быстро даются ответы. Я надеюсь, наши зрители, горожане будут активны, помогут вам, принесут свои какие-то оригинальные идеи. Ну а мы также, как и все, будем с нетерпением ждать очередного праздника. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!